Давайте внесем ноту просвещения в наш бодрятский разговор. Сынок, ты уже это? Между прочим, все мы дрочим. Первый секс – это начало взросления. Родители как извращенцы здесь себя ведут. Дети слышат, как сексом занимаются их родители. Все это дерьмо происходит из-за того, что нет сексуального просвещения. Что делать, если твой партнер предложил тебе секс втроем? Твой друг придет или я сама парня найду? Хочется чего-то пожестче. Когда вы врете, вот это измена, а не когда вы сексом занимаетесь. Во время секса в голове порнокартинки. Дорогие женщины, ничего личного в этом нет. Ты что придумала-то такое? Что это за? Все дорого. Привет всем, я Маша Ефросинина. И сегодня мы вам представляем прошенную, выпрошенную вами рубрику «Вопрос-ответ», где мы раскрываем тему с специалистами, которых лично, по нашему мнению, нашего канала являются выдающимися. С этой персоной вы точно не поспорите, что он, скажем так, выдающийся. Это Михаил Лобковский. Я даже не верю, что вы у меня в студии. Михаил, здрасте. Узнала когда, что вы сможете быть у нас в гостях. Я подумала сразу, экзамен. Сделаем экзамен, сделаем интервью. А потом поймала себя на абсолютной профдеформации. Я лично пересмотрела все ваши интервью. Прочла вашу книгу и была на ваших лекциях самых первых в Киеве. И у меня у самой есть ощущение, что я уже много всего знаю о вас. И знаю, предположительно, ответы на все вопросы про самооценку, про взаимоотношения, про родителей, про детей. И все это написано в вашей книге. И поскольку мне хочется, чтобы вам самому было интересно сегодня провести со мной несколько часов, я решила поговорить с вами о сексе. Такая вот неплохо. Да-да, не о сексе, так о сексе. А что делать? Работа такая у нас. Посмотрите, у меня два больших вот таких вот листа с вопросами. Единственное, что я хочу спросить до того, как начну озвучивать все вопросы. Вопросы о сексе с психологом ли обсуждают? Либо с сексологом? И какая в этом разница? Давайте, хорошие, кстати, прямо начали с козырей. Сексолог – это психолог, который занимается сексуальными проблемами. Поведенческого характера, то есть психологического характера. Сексопатолог – это врач, который может быть андрологом, гинекологом, я не знаю, может быть, даже психиатром. Я так глубоко не копал. Разница не между психологом и сексологом, а между сексологом и сексопатологом. Так, но я говорю сейчас с психологом. Вы говорите с психологом, как с сексологом вы можете говорить. А как с сексопатологом – нет. Почему? Например, есть проблема эректильной дисфункции из-за повышенного сахара, ожирения, из-за проблем с сосудами, из-за эндокринологии. Я там не понимаю. Это медицина, понимаете? Конечно. А какие-то поведенческого, психологического характера, расстройства – это к нам. Ну, собственно, мне кажется, что оно все соприкасается. Потому что я, например, в силу своей деятельности очень-очень-очень много общаюсь с женщинами. Я, возможно, не так много выступаю, как вы, но огромные женские аудитории по всей Украине. Мне тоже, слава богу, удается собирать. И я повсеместно вижу, когда начинаются вопросы-ответы в зале после моего выступления, большинство вопросов с этим связано, даже по касательной. Все отношения упираются в какую-то скуку в сексе, какие-то проблемы в личной жизни упираются в то, что в детстве застала маму с папой, которые сексом занимаются. И мне дальше моя деятельность привела к тому, что я, например, стала активным борцом за введение полового воспитания в школах. И вы не поверите, или вы, конечно же, поверите, противником выступают не системы образования, а сами родители. Потому что родители, например, полагают, что дети таким образом больше станут сексом заниматься. Поэтому эта тема, как бы она так звучит, наверное, все-таки в ханжеском достаточно понимании нашего общества, фривольно. Но мне кажется, она прям жизненно важной. Особенно в Украине мы можем об этом спокойно говорить. Поэтому давайте... Я попыталась разбить все вопросы на несколько периодов, потому что вопросов действительно много. Я вам честно скажу, я прям собирала их по всем, по всем вот женщинам разных возрастов, разных поколений. В общем, однажды, когда я делала большое мероприятие, посвященное сексуальному образованию, его так внимательно-внимательно слушали редкие мужчины в зале, и потом один мужчина в конце встал и сказал, все вот это пропаганда гомосексуализма. И вот я, дорвавшись, скажем так, к вам, хочу получить ваше мнение, почему необходимо сексуальное воспитание в школах. И необходимо... Для сексуального воспитания, конечно же, необходимо. В целях, первое, предохранение детей от детской беременности. Она большая достаточно. Я не знаю цифры в Украине, но я думаю, они существуют. Большая, да. Есть аборты детские, есть роды детские. И смертность. И смертность, соответственно, детская. И патология, и плода. Еще что любопытное, может быть, родители не в курсе, средний возраст, начало занятий сексом у детей 15,5 лет. А не как они думают, 18, типа после школы. Не-не-не, прямо начиная с 8-9 класса. А если говорят средний, то их и 13 лет. Да-да. Кстати, заодно туда еще пару приятных цифр. Наркотики с 12. Они как другие думают. Вот. Второе. То, что называлось в СССР, ЗППП. Заболевание, передающиеся половым путем. Это еще одна проблема. Потому что дети не предохраняются ни от того, ни от другого. Я работал 10 лет школьным психологом. Вот. Приходят, например, девочки, да? Поговорить. Они что говорят? Ну, есть девочки, которые точно знают, что нельзя. Есть девочки, которые точно знают, что можно. Но 90% вообще не думают об этом. И когда говорят, вот я начинаю целоваться, говорит, что шеклассница, я теряю контроль. А тут ты можешь сразу получить весь букет. Начиная с беременности. Они же дети, они вообще не очень контролируют свою психику. Поэтому во всем мире это не Украина придумала. Это придумала давно уже. Я даже думаю, до нашего с вами рождения, что детям дают элементарные знания. Их не учат сексом заниматься. Это родители дурака валяют, когда они какую-то чушь несут. Детям рассказывают, как предохраняться. Детям говорят об ответственности. Для того, чтобы это не было в седьмом классе. А все-таки они должны быть, как говорят, половозрелы и так далее. Мне кажется, что родители еще так протестуют открыто. Потому что они оправдывают свое, простите, но неумение поговорить с ребенком на эту тему. Потому что когда ты начинаешь человека убеждать, он говорит, блин, ну а как? Ну как, я подойду ему, там, посажу и скажу, сынок, ты уже это? Лет 40 почти назад, 35, ввел такой предмет, был психология, этика семейной жизни. Было смешно, потому что у меня в это время родился ребенок. И я развлекался тем, что носил куклу с пеленками, и учил их пеленать. А они сидели, это 10 класс, тот с кем живет, тот с кем и сидит. Реально. Вот они, кто с кем спит, они так за одной партой, вместе, прям как семья такая молодая. Ну, друг другу помогали, все. И я помню, что, конечно, это нужно было очень, но, к сожалению, это был немного хаджеский советский предмет. Первая глава была про Карла Маркса и его семью. У него было много детей, да. Вот. А на самом деле во всем мире, это мы сейчас просто велосипед изобретаем, это и есть. Есть знаменитая французская энциклопедия, которая совсем маленьким детям объясняет про тычинки с пестиками, с картинками. Опять вопрос, зачем? Для того, чтобы у них было представление о себе, об органах, чтобы они не во дворе это узнали, не из порнухи, как они, в основном, собственно, и узнают. Вот. А из каких-то нормальных научных источников. Поэтому, конечно, я за. Первый секс – это начало взросления? Конец детства. Ну, секс на взросление никакого влияния не оказывает. Ну, он закрывает дештальп, потому что с какого-то времени, ну, достаточно раннего времени, дети об этом начинают думать. У мальчиков, я бы сказал, смермотоксикоз, полюция начинается. Девочки начинают мастурбацией заниматься. И, конечно, у них голова этим забита сильно. И получается такая странная ситуация, что это главная тема их переживаний, и она не реализуется. И поэтому, конечно, это такая достаточно важная история. Но взросление с точки зрения сверстников – это, конечно, взросление. Ну, и травматизм. Все-таки девочки, неподготовленные к этому, как правило, случается так. Вот я разговариваю с подростком, у меня сама дочь подросток, с ее подругами я разговариваю. Что если нравится мальчик, очень-очень сильно нравится мальчик, и ты боишься его потерять, а он хочет секса, то надо соглашаться. Потому что это все от необразованности сексуальной или это связано с возрастом? Вот смотрите, вот вы сейчас правильно сформулировали. Вот тут нужен психолог, который говорит следующее. Я правильно тебя понимаю, говорите вы своей дочери, что из-за страха ты хочешь ему отдаться? Ну, не потому что ты действительно хочешь или что-то еще, или ты уже понимаешь, что ты делаешь, а именно из-за страха. То есть ты боишься потерять, как бы показать ребенку, что его действия продиктованы нежеланием даже сексом заняться, а тупо страхом потерять человека. То есть у человека низкая самооценка, он себя не ценит, и самое главное, он делает странные вещи из-за страха. И тогда ребенок поймет, что это глупость, и что, как я говорю, мужчина как троллейбус ушел, один придет другой, но сейчас не об этом речь. Что не надо из-за страха вообще что-либо делать. Вот, пожалуйста, такой хороший пример вы привели, что дело не в любви, дело тупо в страхах. Повсеместное. Ну так, в принципе, я думаю, что и случается первый секс. В СССР мы живем или в нынешнее время. Первый секс от этой щенячьей влюбленности, от этой вот сведенных скул, что я вот его могу потерять и так далее. Но, Маша, вы забываете, что есть дети, которые реально хотят секса. Я не забываю, я не знаю об этом. Без всякого страха. Они тоже существуют. Не то, что они прямо сексуально озабочены, но это такая физиология, конечно. Но, честно говоря, подавляющее большинство девочек в этом возрасте сексуально вообще никак не озабочено. Более того, многие сексологи складяются к тому, ну, у всех разных темпераментов, не будем всех под одну гребенку, что сексуально раскрывается женщина в основном после родов и после 30 лет. Это физиологическое объяснение? Это какая-то психофизиологическая история. Еще и гормональная, я думаю. Сейчас есть еще перекос в другую сторону. Ну, окей, кто я такая, чтобы говорить, что это прям перекос, я тем более не ставлю диагнозы. Нам всем известна статистика, что в среднем секс начинается в 13-14 лет, но большая цифра сейчас показателей среди девушек, которые вообще не занимаются сексом. То есть я девственница, я девственница, я девственница, все стало звучать повсеместно. Почему? Я себя берегу. И девчонки уходят далеко за 20 в это. Как вы такое прокомментируете явление? Я думаю, что там другая подоплека. Они себя берегут. Это они рассказывают кому-то еще. А в реальной жизни причина – это страх. Чего? Обычно такие дети подвергались насилию. И они боятся секса, как насилия. И это, ну, фобия определенная. Страх секса. Ну, 20 – это уже перебор некоторый. Это она уже перезрела немного. Ну, мне попадались и 30-летние девственницы в работе. Но, к сожалению, проблемы там не то, что они берегут себя для кого-то. Нет, есть, конечно, отмороженные любители порнухи, которые пытаются продать девственность подороже. Да, мне бы не такое. Но их, наверное, единицы. Мы их даже можем не обсуждать, потому что они в процент не входят. Они вообще городские сумасшедшие. Хотя многие так могут заработать в первый раз. В Америке продавали это в 60-х годах. Однажды выставили чашку кофе за 10 тысяч долларов. Вот выставили и все. Ее купили. Даже не сомневалась. А вторую выставили, уже не купили. Куда смотреть в камеру, девочки, делайте выводы. Так вот, причина девственности – страх перед сексом, перед отношениями и перед мужчинами. А в основном, как я предполагаю, это дети, которые подвергались насилию со стороны отцов, например, или других родственников мужского пола. Это интервью, этот разговор будут смотреть и девушки, и подростки. И как минимум его покажут их мамы. Это тоже иногда выход, чтобы поговорить через специалиста со своим ребенком. Поэтому спрошу, как настроить себя на первый секс? Вот ты влюблен, влюблена. Страшно, конечно же, почему-то первый секс всегда рисуется, как такое какое-то событие. Ну, самое сложное, это тема, потому что я не девочка. Но я скажу две какие-то... Может, парню? Да. Нет, парню, че, они не настраиваются. Да? Нет? Да. Это обычно... Как бы неравно. Но мир борется за равенство, поэтому наступит такой день... Наступит, да. Когда придет мама парня и скажет маме, девочке, как вы могли так к моим сыном поступить вообще? Думаете. Вы же мальчик еще. Вообще, кто вы вообще? Что вы за люди такие? Ну, давайте поговорим серьезно. Мне кажется, есть две вещи главные. Вы должны стопроцентно доверять, потому что страх порождается из-за недоверия. Угу. Партнеру. Вот, да. Когда вы как бы этого парня не просто любите, но вы ему доверяете, вот как бы ваш друг еще, к тому же, да? И второе, вы должны точно знать, что вы делаете, как бы неся ответственность, я имею в виду то же самое предохранение, да? Понимать, ну, знаете, как реклама презерватива, да? Они, типа, должны быть. Вот. И когда вы полностью уверены в безопасности секса и в партнере, дальше не страшно. Ну, парень, вот, например... Ну, и плюс еще надо, наверное, сказать, что обычно первый раз не нравится никому. Поддерживаю. Ну, по-разному, да. Бывает, наверное. Вот. Потому что вот то самое как раз доверие, оно вырабатывается со временем, а для первого раза, ну, по-разному бывает. Но обычно, да, мало кому нравится. Ну, вот парень не хочет, например, во время первого секса пользоваться презервативом, спросить, как она, что с ней. Действует не так, как хотелось бы девушке. Слушайте, парень тоже девственник. Он тоже ничего не понимает, как себя вести. У него эвакуляция через, там, 3 секунды уже. Какой он ее спрашивать будет? Он сам не дышит вообще, не понимает, что это. Мне недавно попало, ну, как недавно, несколько лет назад, история, год назад, о том, что мать застала сына за мастурбацией и избила его по рукам до такой степени, что парень шел из дома и больше никогда не, ну, как бы, с ней не контактировал. Что бы вы сказали таким матерям и таким отцам, которые запрещают? Нам известная история, что отцы запрещают. Что они больны на всю голову, во-первых. Во-вторых, по статистике мастурбацией занимается 94% мальчиков и где-то 89% девочек любого возраста. Не в смысле детей, а мужского и женского пола. Я бы привел слова великого поэта Бродского, который сказал, между прочим, всем и дрочим. Но они тупые, я не знаю, что им сказать. Это физиологический процесс для снятия сексуального напряжения, придуманный природой. Это вообще как бы не дело родителей регулировать биологические функции человека. Ну, дураки, что я могу сказать. Они же пугают, что писька отвалится, что сейчас на ладошке вырастут волосы, руки отсохнут. Ну и Шимыч в таком духе. Ну вот да, такое есть. Вот как порождается. Вот мы начали, помните, вы спрашивали, а вот девственница 20 лет. Тоже кого-то запугали уже, правильно? Ну, конечно. Вот они, девственницы, и в 30 лет. И парни, которые боятся все время, тоже, может быть, секса. Потому что родители как извращенцы здесь себя ведут. Они пугают. Ну, мальчиков-то трудно, конечно, испугать, потому что особо нечем. Вот. А вообще, конечно, это приводит к деформации отношения к сексу. Часто распространенное явление – дети слышат, как сексом занимаются их родители. И бесконечное количество раз я слышала и от своих друзей и знакомых, что это оставляет отпечаток на всю жизнь. Я тоже слышала, и я тоже помню, прилив ненависти к своим родителям чудовищный. Хотя я их страшно обожала. Что с этим делать? Я понимаю, мы это не остановим. Вот, Маша, дорогая, вот теперь давайте вернемся к началу разговора. Все это дерьмо происходит из-за того, что нет сексуального просвечения. Представьте себе, что ребенок реально застал родителей. Это не украшает ни родителей, ни жизнь ребенка. Все это травматично для ребенка. Конечно, конечно, травматично. Потому что родители для него, люди, я бы сказал, больше духовные, чем физические. Это какое-то, как они, как ангелы. И они как бы не могут трахаться при этом. Но у него, он же ребенок. Но если бы ребенок был бы хоть как-то сексуально просвещен, он хотя бы спокойнее к этому отнесся, понимая, что это таким образом он сам появился на свет. Вот из-за этого ханжества, из-за замалчивания, к сожалению, травма только увеличивается. Потому что ребенок вообще не понимает. Ему страшно. Он не понимает вообще, что это такое. Чувствует, что это очень плохое что-то. Безусловно. А если бы ему хотя бы до этого растолковали, что это такое, ну, он бы спокойнее отнесся. Предположим, получилась такая ситуация. Случилось. Это повод с ребенком об этом поговорить? Ну, это не то, что ты думаешь, вот это, да? Ну, это повод. Папа пытался меня задушить просто, но я выжил. Нет, многие придумывают, что это игра, папа со мной игрался, там, делал мне массаж, что-то вот такое. Но это повод сходу поговорить с ребенком об этом? Или как? Ну, вот случилось. Вот понимаете, в чем дело? Или есть общая культура у населения, и все знают, как и о чем говорить. В нашем случае, когда о чем они будут говорить, как они будут говорить? Типа, на тебе тысячи гривен, ты ничего не видел, что ли? Ну, пойди, купи себе что-нибудь. Ну, кто-то... Ну, да, приключить внимание. Я думаю, что если родители не знают, как разговаривать, а большинство не знает, лучше к детскому психологу ребенка отвезти. То есть это вполне себе повод? Чтобы ребенок, да, ребенок надо проговорить. Дело в том, что это его родители, он не может об этом сказать своим друзьям. Не может. Поэтому он это будет нести в себе, это будет его угнетать. Для этого нужно, чтобы он с кем-то мог на эту тему пообщаться с психологом детским. Если не пообщается, то это как раз с этим травмом и страхом. Ну, да, в нем это копиться будет, он будет думать об этом, это будут навязчивые мысли на эту тему и так далее. Очень многие дети не говорят об этом и своим родителям. Комнаты, например, рядом. Вот как я все время этот слышала звук, но я не могла им слово произнести. Может быть, есть какие-то поведенческие изменения у ребенка, которые родители должны обратить внимание, что что-то не так происходит в семье? Вообще считается, когда секс в семье выходит наружу, то он провоцирует у ребенка раньше времени сексуальный интерес. Когда голые ходят родители, такое же тоже бывает. Тоже очень много, да. А это тоже плохо? У меня это плохо. У меня дочь написала 100 лет назад книгу, и там я был выписан мужик, который ходит в трусах по квартире, мой отец. Я хоть в трусах ходил, да. А некоторые ходят, и матери голые ходят. Ой, кстати, очень сильно это оправдывают, что мы одна семья, это свобода выражения. Короче, я все понимаю, но это ненужная провокация у ребенка сексуального интереса. Ну, всему свое время. Понимаете? Не надо раньше времени. Переходим уже в молодость. Что у нас по молодости? По молодости эксперименты начинаются. Что делать, если твой партнер предложил тебе секс втроем? О чем это говорит? Ну, согласно моим правилам и моей методике, ты делаешь все, что ты хочешь, или не делаешь того, что ты не хочешь. Обычно партнеры, в общем, ну, как бы охлаждают. Типа, я согласна. Твой друг придет, или я сама парня найду? И он как бы уже сливается, да? Он уже не хочет. У нас была гениальная такая комедия в Comedy Club, там был Харламов. И у нас тоже есть вот в Украине Лена Коровец, а там у нас Марина Коровец. Вот. Значит, они сидят, мы с женой. Видели, нет? Нет. И она ему вдруг... Она, по-моему, разговор начала, говорит, ты знаешь, вот мы живем с тобой, живем, нас двое. Я вот думаю, а если бы нас было трое? Она про ребенка говорит. Говорит, да, 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 я сам об этом думаю. Что, серьезно? Ты первый мужчина, который думает быстрее, чем женщина. А он думает, ну, секс втроем, а она думает про ребенка. Очень смешной такой разговор получился. Вот. Поэтому женщина должна исходить из того, что если это ей нравится, пожалуйста, если не нравится, ну, нет. Я вам даже могу помочь, там есть еще вторая мужская мечта – анальный секс. Притом, не в смысле, что прям секс такой, нечеловеческий. А для мужчин это психологический какой-то момент. Что вы имеете в виду? Такого стопроцентного подчинения. Женщине? Не он ей, а она ему. А, она ему. Вот. Кроме секса втроем, там еще есть такие вещи. Ну, оральный секс обычно у женщин не вызывает никаких вопросов. У меня была смешная история. Я раньше очень много курил. И курил даже, когда в школе работал. Ну, естественно, дети же тоже курят. Я сам курил с какого-то там, шестого класса. Вот. И десятиклассники приходили на уроки. Знаете, как они дети делают? Они докуривают. Или дым не выпускают, а выпускают уже в классе. А сигарет у них типа нету. Или так, бычок обрукал. Ну, вот. А весь класс в дыму при этом. И меня это разозлило. И я говорю, дети, а давайте я вам расскажу, чем вы вообще занимаетесь. Ну, десятый класс. Сколько лет? Семнадцать, наверное. Восемнадцать. Ну, шестнадцать, пятнадцать, шестнадцать, да. Я говорю, ну, как Фрейд, он называл это фиксацией орального секса, курения. Вот. Они не поняли. Сначала говорят, что это значит. Я говорю, ну, соседи вы, что вы, значит. Девочки захихикали, мальчики бросили курить. Я помню, как вчера, и они меня спросили, говорят, ну, вы же тоже соседи. Я говорю, я привык. После этого, реально, но я такой эксперимент больше не пробовал. Это было, скажем, в октябре, до конца года не закурил ни один мальчик. То есть они реально бросили. Они пожали друг на другом, они поняли, о чем идет речь. Что они сосут чей-то член, а думают, что они курят. Вот. А девочки продолжали курить. Тихо-то не смутило. Да, был такой у меня случай в жизни. Поэтому, дорогие девушки, общу про девушку, говорите, а вдруг парню какой-нибудь эксперимент предложат. Я вот тоже предлагаю не сильно сейчас гендерно разделять это все. Короче говоря, не надо делать то, что вы не хотите. Как в случае с ребенком. А я боюсь его потерять. То же самое срабатывает у людей, которые вообще прогибаются. У них срабатывает один и тот же механизм. Они чего-то боятся. Но еще многие, я думаю, боятся быть скучными, раз он хочет. Но вы понимаете, это же целая реакция. Вы же сами занимаетесь как бы нами всеми. Слушайте, я знаю, что хочу сказать. Вот он, если он предложил, значит, ему стало скучно. Значит, я какая-то не такая. Значит, ему хочется разнообразия. А что, если вдруг? И вот этот весь букет, ну, конечно... Я вел программы на эту тему. Я вам лучше скажу. Люди, которые переходят от традиционного секса другим видом. У них, как правило, есть проблема, которая заключается в том, что их не удовлетворяет уже традиционный секс вообще. Этот эксперимент может привести в результате к тому, что они не смогут спать нормально вдвоем. Надо еще об этом подумать. То есть у них уже там БДСМ на этом поиск построен. Что не получается нормальненько. То есть, если, например, появляются какие-то сексуальные игрушки или эксперименты, тоже назад пути нет? Ну, короче говоря, я не знаю, я, видимо, человек старый, советская школа. Но это может привести к тому, что обычный секс уже будет как бы и не секс. Что все время нужно будет... Искать разнообразие. Да, там всякие свингеры, кинки и так далее. И это как бы будет... Сейчас очень модно говорить, это свободные отношения. Сейчас, если начнешь читать список, квир... Я больше трех понятий, к сожалению, пока не освоила, потому что слишком много... Вот и дочь мне говорит, папа, ты как нафталин уже. Ты уже не тянешь процесс говорить. Ну, слишком... Почему? Нет, ну, видимо... Но она мне объяснила... Ну, с психологической точки зрения. То есть, да, мир куда-то ушел вперед, это правда. Но они искренне в это верят. Они искренне, реально считают, и у них есть своя теория, своя гипотеза того, что сейчас это все не важно. Можно иметь несколько партнеров, там самовыражаться, там находить какие-то новые ощущения, но любить третьего. Вы знаете, я вам скажу очень интересную вещь, парадоксальную. Вы, наверное, слышали, что когда был мост телевизионный между СССР и Америкой, позвучала великая фраза, хотя постер пытался объяснить, что она не так звучала, ее выдернули с текста, что в СССР нет секса. Я вам скажу другое. В СССР не было ничего, кроме секса. Секс и сон – это два бесплатных удовольствия в нищей стране. А в СССР секса было в разы больше, чем сейчас. Почему? А потому что это было единственное доступное и бесплатное развлечение. Ну и второе, я уже сказал, поспать. Поесть уже стоило денег. Сейчас, когда у людей появилась огромная жизнь, возможности, да, когда мы можем путешествовать по всему миру, когда мы можем смотреть, я не знаю, кино, сериалы, музыка, театр, вот все, книги, этого же не было ничего. Секс отошел на второй план. Сейчас весь мир жалуется на то, что секса стало меньше, люди реально меньше занимаются сексом, есть другие интересы. И вот это правда. А что, разве способны театры, кино, музыка заменить физиологическое удовольствие, которое нигде ты бежишь? Вы смотрите, вот вы человек, у которого есть какое-то количество энергии, конечное, да? И если вы живете в СССР, вам реально некуда. Если вы, конечно, не Стаханов и не пашете в шахте, да, то вам некуда энергию девать, вы ничем не заняты. Ну, потому что там нет ничего. Там вы никуда не путешествуете, там нету каких-то новых впечатлений. Это как Северная Корея примерно. Вы живете в одном и том же, это, Дне Сурка всю жизнь. И секс – это вот офигенное развлечение, которое перекрывает все, чего нету. Там не было бы, знаете, что в СССР была первая программа, вторая программа, следующая была учебная программа и четвертая, повторяющая то ли первую, то ли вторую. Вот люди так жили, подходили плоскогубцами, вот так вот, телевизоры по-другому не переключались, и садились, смотрели. А что тогда, кроме секса, чем еще заняться? Ничем. А сейчас, кроме секса, огромное количество предложений. То есть мир настолько разнообразен и велик, что секса реально стало меньше. Это не моя точка зрения, это статистика. И в мире секса стало меньше. Как вам такая статистика? Мне с возрастом нормально. Если мне было лет 20, я, конечно, напрягался бы. А сейчас все нормально. Один мой знакомый изменил своей жене, и у них была какая-то невероятная любовь, невероятная пара. И на мой вопрос, какого хера ты вообще это делаешь? Он говорит, ты понимаешь, я не могу осознать и смириться с мыслью, что этот вот человек один навсегда, что у меня навсегда один сексуальный партнер. То есть это какая-то работа его головы, а не влечение. Что это вообще такое? Почему быть и иметь одного партнера на всю жизнь – это вдруг странный спусковой механизм для того, чтобы ему начать изменять? Это у вас очень хорошие вопросы. Это интересная тема. Дело в том, что человек полигамный по своей биологической природе, а брак моногамный. Да. И у нас очень часто, вот сейчас вы поймете, во многих проблемах виноват страх. Вот возьмем мужа вашей подруги. Он хочет с кем-то переспать. Вот опять… А хочет ли? Хочет, хочет. Хочет. Он уже столько лет ни с кем не спал, что он вообще не помнит, что такое другие люди. Вот если опять мы вернемся к началу, и у детей будет сексуальное просвещение, не хотя бы понимать себя, значит, ну вот понимаете? Он приходит к жене и говорит, я тебя люблю. Есть такой, кстати, фильм. У меня есть подруга Анна Мелитяна, режиссер. Знаете? Я снялся у нее, кстати, в сериале «Нежность». Вот. У меня есть фильм про любовь, где Джон Малкович играет. Я знаю все. И Джон Малкович хочет сказать своей жене, что у меня есть молодая… А жена перебивает и говорит, слушай, я тебе хотел сказать, у меня есть другой, да. Да-да-да, хорошая история. Что я хочу сказать? Что он приходит к жене и говорит, слушай, я тебя очень люблю, но из-за того, что я кроме с тобой ни с кем не сплю, у меня какие-то комплексы уже пошли. Такое впечатление, что я так умру. У нее два варианта. Она скажет, конечно, я вообще не против. И второй скажет, ну давай на этом мы закончим наши отношения, я с тобой развожусь. Страх вот этого сценария второго заставляет его врать. Измена, как я говорю на лекциях, это не секс, это его сокрытие. Секс вообще дело-то хорошее. Это к измене не имеет отношения. Но когда вы врете, вот это измена, а не когда вы сексом занимаетесь. Придите и скажите вашей жене, что вот такая ситуация. Так а если не любишь, почему страх потерять нелюбимого человека? Мы сейчас в сторону уйдем. Потому что люди, у них стереотипы, они боятся остаться без работы, без денег, удая детей, а детям нужен отец и так далее. Ну то есть все очень прозаично, на самом деле. Более чем. Деньги играют, кстати, огромную роль в этой истории. Теперь, подождите, я хочу продолжить этот ваш вопрос. Хорошо, и вдруг она, когда она об этом не думала, а многие девушки выходят вообще, это муж ее вообще первый мужчина, да? Может, кому-кому, а ей-то самой бы попробовать. Она ему говорит, слушай, а давай я тоже. Я же тоже не хочу умереть, никого не узнав, кроме тебя. Ты же не возражаешь? Вот и тут начинается полное дерьмо, потому что мужчина имеет другое самолюбие, потому что женщина это простит, а он не простит, и остальная херня. Вот если бы с самого начала детей правильно воспитали бы, я про себя не могу сказать. Я хоть и такой продвинутый, но, видимо, не настолько. Я бы, может, и не пережил бы этого. А есть мужчина, который, ну, они приходят ко мне на прием, говорят, ну, да, вот у меня сейчас другое есть, но я хочу ее вернуть. Почему? Люблю, говорит, ее. А она сейчас, ну, там, спит с ним, на спице, может быть, вернется, и так далее. То есть есть люди, у которых, ну, более спокойны к этому отношению. Как нам советуют буддисты, если вообще все обесценить, то и не так все страшно. Вот. Поэтому я хочу сказать, что люди все живые. У них есть какие-то потребности, фантазия. Они что-то хотят попробовать. Что вы врете друг другу? Скажите правду. У вас есть два варианта. Ваш партнер или согласится, или не согласится. Если будете уперты, как баран, может, еще и разведется. Но когда вы боитесь, вы ничего не получите. Вы будете ненавидеть своего партнера, потому что вы, типа, его заложник, потому что вы ничего не можете сделать, и так далее. Зачем Женю говно превращать? Ведите себя честно и правдиво. Можешь кому и обломиться. Я вот тоже, знаете, вся такая продвинутая в соцсетях. Я это заявляю на выступлениях. Кто? Говорите, говорите. Мне мгновенно дают по морде главным вопросом. А как поговорить? В смысле? Как сесть и поговорить? Это большая проблема. У двоих человек, которые спят вместе, все попробовали, родили ни одного ребенка. Маша, я то, что сказал. А как поговорить? Дорогая Маша, я тебя люблю. Я не хочу с тобой разводиться. Я хочу с тобой сдохнуть в один день. Но сейчас я хочу кого-то трахнуть. Почему больше всего людей не может так? Давайте, отвечайте. Давайте, говорите что-нибудь. Кого-то трахнуть? Иди в жопу. Тоже вариант. Не в мою, кстати. Но это все равно просто иди. Вот, пожалуйста. Вот вариант. Иди в жопу. Дальше я решаю. Я хочу все-таки с Машей состариться или все-таки пойти кому-то в жопу. И это мое уже будет решение. Но как ведут себя свободные люди в свободной стране? Получается, что у нас очень мало свободных людей. Если все расшибаются о невозможность, о неумении поговорить об этом. Маша, как вот поговорить? Ну вот как с ним сесть и заговорить? Ну когда человек что-то хочет, он должен научиться прямо транслировать свои желания. Бояться реакции. Вот вы сейчас сказали. Михаил, я лично не согласна. Да. Иди в жопу, я переведу на русский язык, что означает. Если, сука, это сделаешь, то у тебя больше нет жены по имени Маша. Хочешь, иди делай. Но тогда люди принимают решение, понимаете? Они принимают решение, что им дороже, что им важнее. Вот возьмем, например, американцев. Вы думаете, американцы, они меньше изменяют, чем, например, украинцы или русские? Я знаю. Я знаю. Есть статистика. При этом был такой... Меньше изменяют? Меньше, да. Я объясню, почему. Но тоже изменяют, вы не волнуйтесь. Не так, чтобы совсем не изменяют. Был вопрос задан. Изменили бы вы своему супругу или супруге, туда и туда, если бы на 100% были уверены, что он или она никогда об этом не узнает. 82% мужчин и 78% женщин ответили, утвердительно. Почему американцы больше держат себя в руках? Потому что за 5 минут удовольствия они лишаются дома, детей. У них рушится вся их жизнь. То есть, как только это происходит, ну, вот он изменил, она подает на развод, дальше она подает над опекой, над детьми, дальше, так как он является виновником распада семьи, то она отсуживает имущество в пользу себя, потому что по его вине семья распался и так далее. Вопрос, а так ли ему хочется кого-то трахнуть с такой ценой вопроса? Дешевле подрочить. Как я говорю, чем анонизм хороший, чем он плох. Хорош, что провожать, не надо, а плохо, что потом поговорить не с кем. Поэтому, как-то так. Вот люди, может быть, после вашей программы начнут прямо транслировать свои желания. Спасибо большое. Но думаю, они не в восторге ни от вас, ни от меня, конечно, будут. Вы знаете, мне кажется, я это переживу, знаете ли. Мне это намного интереснее. Ну, это хотя бы честная позиция. Вот этим сильный, свободный человек отличается от тех, которые всего боятся. И когда, типа, как я поговорю, я скажу, почему она не в смысле по-украински плохо разговаривает. Она в смысле боится последствий. Вот какой смысл фразы, как я ему скажу. Но она боится, а не потому, что она не знает, как сказать. Не хочу все равно выглядеть сексистски, но все равно от женщин звучит всегда фраза, что мужчины не хотят идти на этот разговор. Женщина вроде как и готова, и мы все-таки эмоциональнее, и все-таки мы можем. Ну, ты что придумал-то такое? Что это за? Что я все-таки? Со мной что-то не так? Ну, правильный ответ. Что-то не так. Кстати, я еще забыл вам рассказать об одной проблеме. Женщины боятся фрегидные. У них есть вегинизм и другие проблемы женского характера, из-за которых у мужчины нет секса. Это редко, но бывает. А вот у женщин нет секса из-за эректильной дисфункции у мужчин очень часто. И я это знаю, потому что они приходят на прием. Каких дисфункций? Эректильной дисфункции? А, эректильных? Да, это ненаполнение кровью пещеристых тел, из-за этого отсутствие эрекции, из-за этого отсутствие секса. И очень многие женщины, миллионы женщин, живут без секса годами, боясь открыть рот и сказать, милый, у нас проблема. Почему? А я, говорит, на работе устал. Так почему боятся? Ну, как, они же сейчас... А без оргазма живет сколько женщин? Ну, вот... И считают, что с ними что-то не так? Что они какие-то не такие? Вот опять вопрос, да? Вот чем отличаются те, которые говорят, что он меня не хочет, от тех, которые говорят, что он просто ничего не может? Только самооценкой. А можете пояснить подробнее? Женщина, которая имеет низкую самооценку, считает, что муж с ней не спит, потому что она страшная, толстая, старая, некрасивая и так дальше. Это ее оценка себя так выглядит. Женщина, при том, что она старая, толстая, некрасивая, но с высокая самооценка, считает, что он просто конченый импотент и козел, а с ней все в порядке. И разница именно в том, как они себя оценивают, а не мужчина. Это очень интересная ситуация, потому что, когда какие-то проблемы происходят, кто-то же на себя грешит, а кто-то на партнера. А в чем разница? Разница в самооценке. С оргазмом то же самое? Ведь физиологически оргазм у женщины это наимного более сложная штука, чем у мужчины. Давайте внесем ноту просвещения в наш бодрятский разговор. Значит, смотрите, многие мужчины не очень понимают женскую физиологию в принципе. Я так готовилась к бодрятский разговор. Ну, послушайте, я не сдамся. Я так просто не сдамся. Маша, прекрасный, интеллигентный разговор. Я над собой, это с моей стороны бодрятский. Ваши интеллигентские. Все в порядке. Смотрите, мужчины не очень понимают физиологию секса, ну, как сказать, женских ощущений и того же оргазма и всего остального. Дело в том, это вот мужчина будет, а многим женщинам, может быть, тоже пригодится, что у женщин тоже есть пенис, просто он маленький. У женщины есть маленький пенис, называется клитор. Он тоже наполняется кровью, ровно так же, как и мужской большой клитор, который мужчины называют пенисом. Ситуация выглядит такая же, как и у мужчин. Если женщина не возбуждена, что это значит? Что ее клитор не наполнен кровью. У него тоже нет эрекции, то есть он не твердеет. И она не испытывает, в общем-то, никаких ощущений, как и мужчина, у которого член лежит. То есть мужчина этого не понимает. Да и женщины, судя по нашему разговору, тоже не все об этом догадываются. По этой причине происходит большая проблема, что женщина оргазма не получает, потому что все это происходит слишком быстро. Так вот, что я хочу сказать. Есть такая романтическая теория, что женщина – это такое хрупкое существо, которое для возбуждения нужны ласки. Да. На самом деле, это чистая физиология, потому что мужская эрекция наступает гораздо быстрее, чем женская. Да. Клитор представляет собой мужской. Сейчас вообще упадете. Это не это, это вот так вот. Пока вот это все, вот это вот. Нужно время. Смазка. Вот это, короче, целое. Поэтому у мужчины эрекция бывает, он еще стоит в штанах, а она у него же есть. А у женщины, ей действительно нужно больше времени. В среднем около, ну я сейчас, это средняя температура по больнице, конечно, но около 20 минут. Именно за счет ласк, за счет прелюдия она возбуждается, и дальше у нее происходит, вы не поверите, то же самое, что и у мужчин, когда, например, перед сексом женщина делает ему минет, у него тоже начинается эрекция. И вот эти 20 минут уходит на то, чтобы она тоже возбудилась. Тогда секс будет более полноценный. Женщина не каждый раз получает оргазм. Почему женщина так боится признаться мужчине, что она не испытывает с ним в сексе оргазм? Она, говорит, так его ненавидела, что имитировала отсутствие оргазма. Да нет, все боятся обидеть. Все боятся, что он вдруг подумает, что у него что-то не так. Вот опять, вот все упирается, что если детей правильно воспитывать, у них не будет таких проблем. Люди действительно стесняются говорить, о проблемах в постели. Мужчина действительно уходит от разговора, почему у него не стоит. Да. Хотя это такие проблемы, там, гормональные, я говорил уже, там, ожирение, проблемы с сосудами. Стресс сейчас. Да, есть врачи, и это все как бы решается. Есть самая смешная история в этой истории. Если мужчина вообще полный импотент, стопроцентный, ему в яичко вшивается груша, и канал выводится в член. Он просто один раз нажимает, у него стоит, вообще не падает. А как он не умрет. Ну вы что такое говорите? Это делает, эта операция, кого хочет. Ну просто я рассказываю. Вот. Так что вообще проблем нет. Я уж молчу про Виагру, которую придумали, что она побочная, она же как кардиопрепарат был. А оказалось, что у него такое странное действие. Поэтому, если мужчина хочет, если он твой друг, и он хочет тебе помочь, он будет вместе с тобой ходить к врачам, ходить с сексологом, с сексопатологом. К сожалению, во многих семьях отношения уже разлажены, и мужчина, кроме как «отвали, я устал», больше ничего и не скажет. И вот проблема, с которой мы начали разговор, что миллионы женщин вообще без секса живут. Да. Потому что вот он не может, не хочет. И вообще не хочет. Он, может быть, и не может, он не хочет эту проблему решать. Кстати, измены часто женские оттуда. А есть такие женщины, которые просто не способны его получить физиологически? Это заболевание, называется анаргазмия. Оно существует. Почему прям заболевание? Это заболевание. А что заболевает в таком случае? Это психологическая проблема. Анаргазмия часто страдает женщина, прижившая насилие в детстве. У них это есть. Далее. Всякие психические отклонения тоже могут привести к анаргазмии. Но чтобы женщины не думали, вы правильно возмутились, сказали, Михаил, что сразу заболевание-то? Есть какие-то психологические расстройства поведенческого характера часто, где женщина не получает анаргазм. Например, она так себя жестко контролирует, то есть такой жесткий невротик, что она просто не может расслабиться. И поэтому у нее с этим проблема. Но если женщина хотя бы один раз из тысячи оргазм получала, то она его может получать. Все остальные случаи, они требуют от психолога и психиатра до врачей. Ну, если это соматические проблемы, а не психологические, ну, часто лечение требует. Ну, потому что женщина очень объединяет свою жизнь, если она живет без оргазма. То есть реально психотерапия, хороший специалист может помочь к тому, чтобы подвести к тому, чтобы физиологически начать его испытывать. Ревность. Ревность партнеров. Это тоже психологическое отклонение? Это тоже к самооценке? Ревность состоит из двух частей. Низкой самооценкой ты думаешь, что найдут лучше тебя. И второе, когда тебя в детстве кидали, отвезли к бабушке на выходные и забрали только осенью, то ты боишься, что тебя кинут. Вот из этих двух составляющих обычно, или из одного из них, ревность и состоит. Что делать с тем, когда в отношениях есть проявление ревности разной? Пассивной, агрессивной? Ну, нет, во-первых, есть пассивные, это цветочки, есть прямо от Элла. Тут не надо с ним жить, потому что он убить может. Это неадекватные люди с психическим расстройством. Есть даже бред ревности в психиатрии такое понятие. Но как человек с топором бежит и пытается ее просто зарубить, потому что ему показалось, что она кого-то посмотрела. Это психическое расстройство в чистом виде. Это бред ревности. Значит, с такими людьми жить точно не надо. И когда вы начинаете встречаться с парнем, и он начинает себя так странно вести, то надо оттуда делать ноги. Потому что дальше это может плохо закончиться. Женская ревность – это что? Ну, если не считать, что ее тоже, как любого ребенка, могли кинуть в детстве, то это неверенность себе. И женщина боится, что он найдет кого-то помоложе, покраше. Ну, и что у них в таком духе. И, кстати, как только она начинает так думать, он начинает думать, кого бы еще найти. Потому что я как мужчина могу сказать, у меня однажды был вообще феноменальный случай в жизни. Знаете, такая есть песня, которая поет Слепаков с Лепсом. Ты очень красивая, но очень тупая. Мне попалась очень красивая и очень неуверенная в себе женщина. Вот, чтобы человек так слился быстро, это реально, я такого феномена не видел. Когда ты видишь, что красивый перед собой человека, но за счет того, что она ведется, как, я даже не знаю, у какого еще ущербное существо, за все извиняется, немного горбится, вот как-то все, типа, извините, что я вообще тут дышу и место занимаю. Ее красота теряет вообще все обаяние, но где-то через два часа она никак не воспринимается. И таких людей много, которые внешне привлекательны, но из-за того, что они себя сами не любят, такая, кстати, была Мерлин Монро. Об нее все только ноги вытирали. А, значит, у ней был один из мужей, писатель, наверное, Артур Миллер, который над ней издевался, и он очень любил, чтобы над ней другие поржали. То есть он над ней иронизировал, чтобы публика еще была. Типа, какая она дура. Значит, братья Кеннеди вообще друг другу передавали. Да-да. Ну, у ней были правы, вот она, по-моему, была фригидная, у нее вообще шизофрения была, у Мерлин Монро. Но дело не в этом. Дело в том, что, будучи, как у нас сказали, иконой, да, я очень был ее увлечен лет 14, а последние годы переключился на Грейс Келли, она поинтереснее будет, чем Берлина Монро. Ну, неважно. Она, будучи абсолютно, ну, просто ниже плинтуса самооценкой, прожила очень несчастливую жизнь. Выяснилось, что ее IQ, она не то, что не дура была, выше, чем и Кеннеди был. Она прочитала Роман Уллис, и дело в нем пометки. Я его не смог, например, прочитать, там еще надо географию знать, Ирландию. Вот. То есть, она была выдающегося ума, но вела себя, как дура. Ну, больной человек просто была, поэтому. потом, например, я люблю такие истории, что когда режиссер хороший, он видит, ну, в актере, да, природу человеческую и берет на эту роль. Великий, гениальный Ума Турман. Начала с опасных связей, где она была жертвой. Всю жизнь играет одних жертв. Один муж, я помыть, он хоук, вообще бил. Тарантино, скотина, на ней не женился. Гулял, гулял и бросил. И женился на израильтянке. Почему так? Это вы сейчас описываете, приводите в пример людей, перед которыми мир прихраняется, планета. Я читал, я читал. Почему так? Ее зовут Марта Келлер, это подруга Аль Пачина. Вы бы почитали, что она пишет. Говорит, не, ну, Алл, конечно, великий, да, жизнь с ним невозможна, он такой неуверенный. Он сегодня спрашивает, что, говорит, галстук идет, не идет. А что за мужик? Она тоже актриса, по-моему, что за мужик-то с тобой на съемочной площадке? Это бабы его пишут, который с ним не живет по этой причине, да. Но вот так вот. Может быть, это и определяет профессию, в которую пошли? Может быть, артисты? Нет, артисты, да, это такая нарциссическая профессия, где все тебя должны обожать, или ты сдохнешь. Я почему это рассказываю? Что люди, которые в себе не уверены, они так сливаются. Не важно, кто они, их может обожать весь мир. Это же известная история, что когда американские солдаты во Вьетнаме погибали, у них находили, вот их грудь простреливали, да, фотокарточку Мерлин Монро, там миллионы, ну, не миллионы, конечно, тысячи, а сама Мерлин Монро, ее, говорят, грохнули, но это неважно. Всем звонила, никто не приехал. Она перед смертью оборвала просто телефонную трубку. Когда она уже умерла, приехал Джо Демаджо, ее второй муж, капитан сборной Америки по бейсболу, вот тоже, да, все ее любят, а у нее нет никого, близких людей, потому что у нее очень низкая самооценка, она себя не любит. Ну, вот и мои наблюдения, кстати, в том, что очень не хочу сейчас передаваться каким-то клише, но все равно мы уже с вами понимаем, что славянки одни из самых красивых женщин на планете. Ну, конечно, согласен. Но, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но по сравнению с теми же европейками, которые не шибко-то и близко так следят за собой, как мы, развиваются и так далее, наша самооценка ниже, чем у француженки, итальянки и так далее. А у них хоть и есть сексуальное просвещение. Почему так? А, потому что сексуальное просвещение. Ой, это длинная история. Дело в том, что у нас мы немного разные по дентилитету. Ну, женщины невероятной красоты. А Украина, наоборот, должны их самокороноваться. Украина, Россия, Беларусь, это патриархальные страны. Если вы сами говорите, то как только вы открываете рот по поводу того же сексуального просвещения, мужики начинают протестовать, а что они в Швеции не протестуют? Что они во Франции не протестуют? Это патриархальная страна со своими традициями. Конечно, они рано или поздно закончатся, но сейчас они существуют. И это общество достаточно ханжеское, живущее какими-то представлениями 40-х годов под названием «Она должна на 25 лет выйти замуж или никогда не выйдет», ну и так далее. В этом все дело. А при этом женщина реально красивее, да. Я вообще считаю, я же еще при Кручеве родился, я считал, что СССР, ну как бы и сейчас, вообще Россия, страны-то бедные по большому счету, но есть одно богатство, баба. Таких реально нету нигде. Представляете? Это уникальное явление, красивое и много. Это богатство и Украины, и России, конечно. А цифры по домашнему насилию, по всему, огромные. Конечно. Потому что, ну я не знаю, как Украина себя позиционирует, Россия, это же Евразия, то есть одной ногой все-таки в Азии, только второй в Европе. Украина ближе к Европе в этом смысле. Но, к сожалению, это существует, но это постепенно закончится, потому что есть такая теория, что есть как бы страны первого порядка, до которых цивилизация доходит быстрее. Там, например, в парламенте Финляндии женщин, по-моему, чуть ли не больше, чем мужчин, там министр обороны женщины и так далее. Что, ну там у них тоже перегибы свои, они убирают, например, понимание, понятие отец-мать, у них один родитель, второй родитель. Притом, это не в смысле только название. Вот если вы с мужем работаете, и у вас заболел ребенок, то тот, кто будет сидеть, это не жена, не мать, а тот-то меньше зарабатывает. Потому что смысл, чтобы этот работал, деньги зарабатывал. И это у них уже есть. У них есть отцы, которые домохозяины, и они не работают. Я не знаю, что из этого получится. Это вот тот свободный мир, когда человек, человек, такое существо же еще, ну как бы границ не чувствует часто. И что из этого выйдет, мы не знаем. Это кончита, как ее выступила, бородатая женщина, да, и что это? Или израильтянка, вот эта дива, навива, она же вообще трансвистит. Короче говоря, вот что из этого получится, мы с вами не знаем. Но мир очень лоялен ко всему, ко всем проявлениям. Ну, кстати, о свободном мире. Часто сейчас можно встретить, ну как, часто, часто об этом говорят и признаются, что в каком-то периоде жизни и отношений, брака, в союзе, вдруг один из партнеров обнаруживает, что его тянет к другому полу, к своему полу. Вот смена вот таких ориентиров сексуальных в середине жизни, это что? Вдруг прозрение, смелость признаться? И как к этому относиться другому? Вы сейчас говорите о бисексуалах, которые латентно, гомосексуалисты, себя как бы не обнаружившие до этого. Был у меня случай в практике. Пришел муж с женой. И, короче, там такая история. Очень хорошая семья, муж очень любит жену. И он зашел к соседям, и жена застукала его целующимся с соседом на кухне. И типа все, значит, разводится. Она еще и не понимает этого. Вот опять мы всеми упираемся в сексуальные просвещения. Люди бы прочее ко всему относились, если бы понимали. Так вот. он говорит, слушайте, я понимаю, да, что у меня, видимо, я бисексуал, но я так ее люблю, что я готов сделать трепанацию черепу, например, лоботомию. Вот все, что надо, чтобы я хочу быть только с ней, потому что сосед – это чистая физиология, а люблю я свою жену. Вот был у меня такой случай, а жена еще в шоке была. И он правду говорил. Он реально так считает. Ой, а можно еще одну историю? Да нужно, я обожаю истории. Много-много лет назад, это вообще песня была, значит, ну, лет 20, наверное, уже прошло. В Санкт-Петербурге дело было. Пришел ко мне старик. Ну, почему для меня старик? Мне было лет, еще 40 не было, ему было 75. Он пришел и говорит, «Здравствуйте, Михаил, у меня есть две сестры, им под 80, и они очень беспокоятся, что я умру один. И они очень хотят, чтобы я нашелся какую-нибудь старушку, и чтобы они спокойно легли в могилу, зная, что со мной все в порядке». Я говорю, «Я чем могу помочь, мужчина?» Он говорит, «Вы знаете, какое дело? я никогда не жил с женщиной». Я говорю, «Ну и вообще, ну и у меня секса никогда не было». И я говорю, «Слушайте, а что вы 75 лет с этим приходите? Вы бы лет 40 назад пришли бы». Он говорит, «Я пришел, потому что мои сестры очень волнуются, что я останусь один, и они очень за меня переживают, что… А он не питерский, он из колхоза под Питером, то есть он неграмотный». И я говорю, мне интересно стало, я говорю, «Ну расскажите». Говорит, «Ну там, как согласно психоанализу, все с детства начинают разговор». Короче, у него очень жесткая мамаша была, и папа добрый алкоголик. Мать его била проводами электрическими, а папа вообще никогда пальцами трогал, но бухал все время и спал пьяный. И мать, ну как бы так разговор пошел, когда отец стажирался, мать его клала в детскую с ребенком, а сама спала одна. Ну и как бы тут в голову приходит инцест. Нет, без инцеста обошлось. Но он очень к отцу проникался, потому что отец для него отцоверял безопасность, а мать отцоверяла опасность. Природа гомосексуализма, она такая интересная, она вообще, ну в природе заложена. У любого вида животных гомосексуалов примерно от 4 до 7%, а есть виды рыб, которые вообще пол меняют в зависимости от необходимости размножения. Так что люди, которые не понимают, вообще не понимают, о чем они говорят, типа давайте их вылечим, перевоспитаем, это чушь собачья, это такая природа. И она природой же и заложена, гомосексуальная природа. И это нехорошо, неплохо, это данность. Ну вот, отец говорю, может вы это, гомосексуал? Он говорит, а что это? Он не понимает, он из деревни. Я говорю, ну вы мужчин любите. Он говорит, я не думал никогда про чем мужчин. Он так смотрит, он 75 лет, он войну застал. Я говорю, хорошо, давайте попробуем по другому пути пойти. Вы когда мы с женщиной целовались, он так говорит, да, я говорю, ну, неприятно было. Я говорю, а с мужчиной? Он очень долго думал и говорит, вы знаете, когда я служил в армии, ушел в самоволку, напился, и какой-то мужик мне пристал, и, да, мне было приятно. Я говорю, все понятно, все спасибо. Дальше я ему говорю, значит, смотрите, вы сестрам не рассказывайте, а то они у вас раньше времени дубы дадут. Но, говорю, вы найдите себе мужичка какого-нибудь, помоложе вас, и живите с ним на здоровье, если вы так боитесь одинокой старости. Он прямо заплакал и полез обниматься. Я говорю, я не о себе, я вообще говорю, найдите. Вот. Он счастливый ушел, потому что психолог ему сказал, он даже не понимает, что он гей, он этого ничего, что вот, вот такая у него жизнь, он может найти себе мужика и с ним жить нормально. Я сейчас вдруг вспомнил, хотя уже 25 лет прошло. На самом деле, трогательная история. Трогательная, да. И непростая с точки зрения его жизни. Какие раз жизни бывают? Я уже 40 лет работаю. Все чаще сейчас можно встретить союзы, где женщина значительно старше. И прям это супер счастливые пары. Во-первых, расцветают женщины, которым там 40 плюс. Вот ей 40, у нее кризис среднего возраста. И годок-другой, и хлоп, у нее либо там молодой любовник, либо развод и молодой муж. Причем разницы такие, 15-20 лет. Как вы такие пары явления прокомментируете? И связано ли это с современной вот этой свободой? Ведь раньше такого не было. Это не вопрос свободы, это вопрос инфантилизма со стороны мужчин. Появившегося сейчас. Появившегося сейчас, раньше так не было? Ну, я бы сказал, сейчас особенно пышным светом расцвело. А поясните, интересно. Очень много инфантильных мужчин. Потому что женщина, вы знаете, что произошло? Вот мы с вами обсуждали. Я говорю про патриархальное государство. Вот патриархат уходит из государства. И мужчина, у которых была привычная роль главы семьи, он как бы мужчина. Все это начинает меняться. «Да я сам за равные отношения. Я не хочу никем помыкать. Я не хочу быть ничьей главой». И так далее. Я хочу, чтобы у меня с партнершей были равные отношения. Мне не надо никем рулить. Я вообще не очень фанат этого. И это общемировая тенденция. То есть все люди хотят получить в партнера как бы такого же, как он. Так. Вот. И мужчины оказались многие без этой роли. Отца основателя. Инфантилизм расцвел просто пышным цветом. И вы никогда не сомневаетесь, что если он моложе ее на 20 лет, то он ищет себе мамку. Тут бабки не ходи. Сто процентов. И это отношение сына с мамой. Он подчиняется, он очень любит угодить, очень любит быть хорошим и так далее. И женщины все прямо тащатся, потому что это не мужик, который ее старше, который бьет кулаком по столу, чтобы ужин был. А это наоборот. Парень, который говорит, что ты хочешь на ужин, я тебе сейчас приготовлю. Ну просто эти женщины получают новую жизнь, молодость, энергия. Это все равно, что выпить снотворный с ослабительным. Дело в том, что они начинают заморачиваться, что он сейчас все молодые найдет, что он уйдет и так далее. Это болезненная для них тема. Плюс это же не шутки, когда они приходят в магазин, то продавец, обращаясь к парню, говорит, что ваша мама тоже будет покупать это? И все это, и как народ на них смотрит, и как их осуждает. Там вот просто такого же безоблачного счастья я не наблюдаю. Я видел такие пары в большом количестве. Вторая причина таких отношений, ну, мы с вами находимся в Украине. А есть, например, Франция, Испания, где женщины, ну, во-первых, не настолько красивые, а во-вторых, их не так много. Дело в том, что в Украине женщин больше, чем мужчин статистически. Это правда, да. А в некоторых странах их меньше. И просто это так выглядит жесткий рынок. Или ты берешь старушку или переходи к канонизму, потому что твоих ровесец здесь уже разобрали. Вынужденные методы. Абсолютно. Чуть расстроили вы меня такими неравными браками. Я как раз наоборот считала, что они продлевают молодость с женщином зрелым. Если вы живете в космосе, безвоздушном пространстве, то да. А когда вы выходите на рынок со своим этим внуком, и все считают, что это ваш внук, то это нет. Сильную молодость вы тут не продлите. А инфантилизм этот, это результат времени нынешнего? Это инфантилизм, это уход от ответственности? Это что? Как вы его объясняете? Я сам считаю себя инфантилом. Я люблю большие грудь. Один из признаков инфантилизма. Вообще, слово инфантилизм, это отставание твоего реального возраста от паспорта. От слова инфантил, ребенок. Инфантилизм. Такие мужчины способны взрослеть и становиться теми самыми? Только вы себя, как женщина, спросите, а нафиг вам это надо ребенка еще одного в доме иметь? Он же, в вашем понимании, не мужик. Он ведет себя не как мужик. Они дают очень много нежности, которые не дают мужья, и вот тех, которых мы с вами выше обсуждали. Замкнутые, закрытые, с отсутствием они не изменяют какое-то количество времени. Это правильная поправка. Я не специалист в этом вопросе. Мне очень интересно, насколько менталитет славянский влияет на то, какой секс кому нравится. Слава, я люблю жесткий секс. Да? Да, с подчинением, со всеми этими плетками. Не все, конечно, но очень много женщин очень считают, что... На одной из своих съемок недавно я... У меня команда, кто-то меня чешет, красит, кто-то там со сценарием. Одни девчонки говорят, девочки, готовлюсь к интервью с Михаилом Лавковским. А ну быстро мне накидайте, вот что вас конкретно интересует. Они все разного возраста и очень видно, что разных сексуальных предпочтений. И самая молчаливая моя из моего персонала девочек, слово никогда не произносила. Она говорит, мне вот очень интересно, почему вот двое находящиеся в спальне, вот их же никто не видит, нет этого гребаного общественного мнения, порицания, стереотипов, ничего. Но двое не могут признаться в том, что им хочется чего-то пожестче. Вот действительно, мы засмеялись, понимая, что каждый говорил сейчас о себе, но это действительно так. Двое за закрытыми дверьми, никого вокруг, есть только вы и ваше наслаждение. Почему эти двое не могут признаться в том, что им хочется пожестче или там еще что-то, во всем фантазиях. Мы сейчас опять упремся в сексуальное просвещение, потому что, к сожалению, мужчины и женщины в паре не так близки часто. Духовно, вы имеете в виду. они не очень друзья друг к другу. А есть целая философия, есть даже литература на эту тему, типа, женщины с Венеры, мужчины с Марса и так далее. Да, да, известно. Я лично за то, что все братья и сестры, но так не все считают. И, к сожалению, секс с сексом, но никаких близких отношений между мужем и женой нет во очень многих семьях. Есть какая бы мужская территория, есть женская территория, и они никогда на эту тему разговаривать не будут. Они с детьми не говорят и друг с другом тоже говорить не будут. Почему? Они не близкие, они не друзья, им стыдно в этом признаться. И они боятся реакции партнера. Да, боятся его с другом. Вот. Я лично за то, что все люди братья, и сестры, у меня другое к этому отношение. Но у большинства вот, к сожалению, такое отношение, что это мальчики, это девочки. Как писал Киплинг, восток есть восток, запад есть запад, и вместе с ним не сойтись. Женщины, да и мужчины, в целом, по исследованиям, во время секса погружаются в свои фантазии. Представляют себе кого-то и вообще уносятся. Вы сейчас очень плохой сценарий рассказываете, правда, Маша? Это когда вы не любите своего партнера, вы думаете, что вы трахаете брендепита. Во-первых, не я, а это собиратель. Но вы говорите о тех сценариях, которые не очень хороши. Это тоже вопрос, прозвучавший достаточно молодой девчонке. Что делать с тем, что постоянно есть фантазия. Значает ли, что я его не люблю, хотя я открываю глаза, люблю, обожаю, хочу с ним умереть в один день. Но во время секса в голове очень такие порно-картинки. Как говорят, есть такая шутка, деньги любят тебя, но как друга. У меня была одна девушка сто лет назад, которой была вся в фантазиях. То есть, но она такая внезапно противоречивая, такая отмороженная поэтесса. Реально. И тоже мне интересно было, она все время, это были не другие люди, это были какие-то целые картины с людьми, их было много. С такой не совсем, может быть, перевыщенной нам фантазией, которая по-другому не возбуждается. Дело не в том, что они кого-то не любят, дело в том, что у них так устроена психика, что им надо представлять все какие-нибудь картинки и так дальше. Я однажды жил в Израиле, ну, у знакомых снимал квартиру. Так. А там, как квартира, вот дом одноэтажный, вот одна квартира, вторая квартира и третья квартира. И рядом со мной жила бабушка, ее дочь и внук. Ну, там, дочери лет 30, бабушке лет 60, и внуку лет 5. И дочка, ее всем ко мне бегала, я тогда еще курил за сигаретами. И когда мы с ней курили, она всем про космос рассказывала. Ну вот, я говорю хозяину квартиры, Валера, а что это за баба живет рядом со мной всем про космос? Говорит, она ржет, она проститутка, они все недовольны, она когда трахает, со всеми про космос одновременно разговаривает. Вот. Вот есть такие люди. Вот это он мне рассказывает. Так вот, что я хочу сказать, что одна часть людей, это люди с какой-то фантазией, там, болезненно, не болезненно, но им нужна фантазия, она их стимулирует, она их возбуждает. Здесь нет ничего личного. Но большая часть людей фантазирует по простой причине. Им не очень нравится их партнера. Надоело на эту рожу смотреть, это одно и то же годами, поэтому она закрывает глаза, и там уже сразу Брэд Питт нарисовывается. Но чисто не муж. Она мужа любит, но как-то больше по-братски. Понимаете, какое дело? А порно? Почему вы отделили от этого? Мы до порно еще не дошли. Очень многие женщины, она, кстати, не мужчина, очень обижаются, что когда она живая, он, скотина, смотрит порно. Дорогие женщины, куда в камеру смотреть, да? Ничего личного в этом нету. Это тоже физиология, потому что мужчина, у него с порно свои отношения, а с вами другие. Ну, хоть говоря по-русски, дело не в вас. Дело не в том, что вы ему чем-то не подходите, или вас мало. Это такая физиология очень спешная. Многие за это замечают, что при наличии жены и бесконечного количества секса все равно порно. То есть, когда женщина думает о ком-то, это значит плохо, плохо, не любит она своего мужа, а если муж подглядывает еще порно, значит, он все равно любит свою жену, и тут ничего личного. Нет, если женщина любит порно, она тоже, не-не-не-нет. Вы же про другое сказали, представляете себе кого-то, а порно, это мне напоминает историю. У меня был знакомый повар в Москве, Астахов, и приехал Билл Клинтон. И Астахов говорит, мы ему в гостинице три дня выпаривали соус для омаров. То есть, омары приготовили, но и соус для него трое суток выпаривали и подали к столу. А Клинтон сказал, гамбургер, найдите, пожалуйста. Да. Ну вот как-то так, видимо, порно такой роль не несет. Понимаете, какое дело? Есть такое явление, мне почему-то кажется, что со стороны женщин преимущественно назовем его наказанием отказом от секса. «Я обиделась, ты это не сделал, то, 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 то». Мне кажется, что это женская очень тема. Лишением секса вот так наказывают мужчин. Рабочий метод? Вы знаете, это рабочий метод для того, чтобы вы разошлись. Потому что я бы добавил к этому наказанию еще секс как попытку примирить конфликт. Это как бы два конца одной и той же палки. Дело в том, что если будете манипулировать сексом, то, во-первых, у вас какие-то стрёмные отношения построены на манипуляции. Во-вторых, это возможно до какого-то возраста. Тут есть такая теория, что молодые семьи выглядят следующим образом. Значит, молодой муж лет 25 со сперматоксикозом. Есть такое понятие юношеская гиперсексуальность, которая до 30 лет примерно длится, когда мужчины могут заниматься сексом несколько раз в день, хотя и очень коротко, но много. А потом это постепенно сходит на нет, и дальше уже среднее количество секса в семье три раза за две недели. Ну, в семьях. Вот. А женщина в 20 лет к сексу вообще спокойно относится. Ну, есть-есть-нет, она может ведь не рожить. Проходит 20 лет, она манипулирует, или ты вынесешь мусор, я тебе не дам, короче. Проходит 20 лет, ему 45, на нее вообще бабы вешаются, а ей 40, и она хочет, как он хотел, 25, а он уже может выбирать. Когда ему было 25, он вообще был никто, ни денег, ничего. И он начинает сам манипулировать, поэтому я бы в эти игры даже не начинал играть. Вот. А второй я уже сказал, когда вы ссоритесь и пытаетесь смириться через секс, а чувство обиды же остается, унижение. Вы знаете, это не манипуляция, это вот если вы прямо говорите, что ты меня обидел, мне неприятно с тобой сексом заниматься, не в смысле я тебя наказываю, я просто не хочу. Это другое. Чувствуете разницу? Чувствую. То есть не в смысле ты меня сейчас получишь, скотина, а я просто не хочу, мне неприятно, потому что я не отошла от этого, я чувствую, что ты меня обидел, и не хочу, и все. В американских семьях, ну я не знаю, как в европейских, в американских это и есть, никогда ребенок не ложится спать, чтобы родитель с ним не помирился. Вот они посрались, родитель поорал, и время типа 10 вечера, и ребенок идет спать. Родитель всегда придет, поговорит, извинится, и в конце, то, что вот люди не понимают, во всех американских фильмах, они и когда на работу ходят, и когда спать, говорят, я тебя люблю, говорят, я тебя тоже люблю. И никогда не оставляет ребенка, чтобы он, ну после конфликта пошел спать, чтобы он и ночью, и потом на следующий день переваривал. У них такая культура, что они привыкают к тому, что вот давай, прости, я был неправ, или поговорим, что у нас сегодня произошло, и в конце, я тебя люблю. Вот если в семьях то же самое будет, то такого дерьма не будет. Абсолютно согласна, да. До этого разговора с вами я жила с убеждением, что секс, это, ну вот если меня спросить, например, на чем держится здоровый и крепкий брак, секс точно войдет в первых три пункта. Что скажете вы? Абсолютно с вами согласен. Но до какого-то возраста. Я на радио работаю, в «Северный дождь» есть такая радиостанция, значит, звонит женщина и говорит, Михаил, здравствуйте, мне 78 лет, я 60 лет там сколько замужем, и у меня 20 лет уже секса не было, а мужу 81 год. И вдруг на той неделе он начал ко мне приставать. и мне стало страшно. Что мне делать? Я говорю, женщина, перестаньте хвастаться и положите трубку. На самом деле, ну, бывает какое-то, не всегда, бывает и до самой смерти. Но какой-то возраст, когда уже человек сексом не занимается. Вот. Все остальное время, пока, так сказать, существует либидо и оно живет, то, конечно, что секс неотъемлемая часть, иначе попадаете в жуткую ситуацию, очень неприятную. И такой тоже у меня был звонок. Значит, Михаил, моя жена самый близкий мне человек, я ее люблю даже больше, чем детей. Но я ее не хочу. Это трагедия. Это трагедия. Потому что он вообще не то, что ничего не хочет. Он хочет, но не близкого человека. И что, ему разводиться, а ему не нужны другие женщины. Он это любит. Она ему, как я не знаю, даже больше, чем сестра. Но она и не хочет. Так бывает, да? К сожалению. Да. Способен ли союз держаться какое-то время именно на сексе, чтобы люди починили свое внутри? Непонимание, разногласия, обиды, страхи. Вот говорят, что, блин, все как-то в кризис в семье. Но покуда жив, здоров, прекрасен секс, эта семья может существовать и жить? Или это не такая сильная опорная точка? Вопрос неоднозначный. Дело в том, что секс не обязательно влечет за собой какие-то другие отношения. Ну, то есть, хороший секс и хорошие отношения это не синонимы. Хороший секс и хорошая семья тоже не синонимы. Хороший секс это же все равно, Михаил, но это все равно это близость, это страсть, это слова, это соединение с человеком. Это вы сейчас ставите телегу впереди лошади. У вас сначала есть близость и страсть, и поэтому у вас хороший секс. А есть в другом смысле хороший секс, когда он технически вам нравится. То есть, любовник, мужчина, который вообще даже не знает, как его зовут, настолько вам приносит удовольствие, что вы такого типа даже не видели. Но это совершенно не означает, что вы вообще к нему какие-то чувства испытываете, что вы собираетесь зажениться на нем и так далее. То есть, секс такое и дело неоднозначное, что его все мечтают о том, чтобы это было все, как это самое, таблетки или стиральные для посудомоечной машины три в одном, чтобы и любовь, и страсть, и тогда, конечно, совершенно другое качество секса. Вообще, я совершенно с этим согласен, что когда у тебя есть в человеке чувства, то у тебя совершенно другой секс. Потому что вообще секс происходит в голове, а не в гениталиях. В гениталиях только трение происходит. А тем не менее, мы все знаем, что существует и у каждой женщины, и у мужчины есть какие-то там эпизоды из жизни, где был совершенно, как говорят женщины, потрясающий секс, но как писал поэт, 3000 лист узнал бы о мальчонку, а как зовут, забыл его спросить. Был бой. Но так тоже бывает. Ну, скажите, что существует секс у пары одной и той на протяжении 30 лет хорош? Или так вообще не бывает? У пары может быть хороший секс на протяжении 30 лет, и любовь может быть, если у них стабильная психика. Одно из загадок, почему одних это бывает, а других нет, это, когда я, кстати, вчера на выступлении об этом сказал, что если вас мама с детства приучила есть на Новый год салат Оливье, вам 75 лет, это ваш любимый салат, у таких людей так и будет. Но, к сожалению, большинство людей имеет нестабильную психику, особенно девочки, поэтому они сегодня люблю, завтра не люблю, и поэтому у них не получается это сохранить. Плюс, люди должны развиваться вместе, потому что, когда кто-то тормозит, то второй теряет к нему интерес и уважение, а как выясняется, это тоже нужно для секса хорошего, что вы, ну, какие-то испытывали чувства к партнеру. Короче, секс, он такой, достаточно непростой, что ли, в эмоциях. Вы знаете, мы исчерпали с вами все вопросы. А сколько было так? Какие мы молодцы. Я не считала, но я дошла до зрелости и вот поняла, что мы все с вами исчерпали. Спасибо вам большое. Надеюсь, вам было интересно обсудить такую тему. Мне казалось, что в какие-то моменты сами задумывались над этим. Маша, вы молодец, потому что никто со мной на эту тему не разговаривал. Правда? Ну, вот так вот в интервью специально, все интервью про секс нет. Один вопрос, два, может быть. Мне просто почему-то кажется, что эта тема недооцененная с точки зрения психологии людей и их самооценки, что мы сегодня с вами и выясним. Так что вам тоже большое спасибо. Спасибо вам, Михаил. Надеюсь, увидится с вами еще. Спасибо.